вот кстати игровое тоже здание можно зайти глянуть там рейзен что а м.д. а м.д. цкума пойдем глянем поснимаем отсюда тут народу блин дофига показаны видимо известной личности если честно я хрен его знаю кто такие вообще чё делают но наушники классные я сам таки использую но не проводные беспроводные black shark вторые они со звуковой карты с юсб на идут и очень эффективная карточка хороший звук чё пойдем посмотрим внутрь чё там так знаков что снимать нельзя нету так что все ок а джигир да вот это еще одна контора которая производит компьютерные сборки в японии но она не такая популярная как галерия конечно тут разные сборки разные цены ночи я не буду показывать я думаю что тут с кумова это бранд видимо их она пошли отсюда рейзер вообще как бы я фанат рейзеры можно так сказать мне нравится их дизайн их качество и я им доволен использую их уже много лет и никаких нареканий ну к старым моделям были некоторые но сейчас в новых уже таких нет проблем о вот это конечно шикарно вот что мне надо вот оно вот оно кресло моей мечты и клава с мышкой вот это я понимаю подушечка даже такая стильная слушай ну вообще моя пятая . будет довольно я считаю у них тут есть еще наушнички вот можно либо такие маленькие либо вот такие вот побольше использовать вообще классные да а кстати вот вот оно кресло которое я искал это как раз и есть этот энки вот я сейчас сяду и попробую его заценить до энки на это энки то новое кресло вот кстати в этом в доспоре их нет а здесь они есть вот она новая подушка которая запоминает форму когда сидишь сразу идет поддержка поясницы уже встроенная и такой материал мягкий типа плюша не знаю из чего она сделана дайте касяду кстати вот комп прикольные сделаны на корпусе резеров скам с закаленным стеклом ну ка во я слушайте но вот это другое совсем дело это главное подушку подтянуть там вверху это сделать чтобы она чуть повыше было вот так вот да это прям эта тема вот так вот нажать да и плечи прям свободно хорошо прям ничего не жмет здесь и внизу то есть места достаточно можно прям в развалочку сидеть отлично я считаю да вот это вот это кресло это прям тема да вот на нем реально удобно сидеть это не какой-то там из кур или там дикс рейсер дикс рейсер то вообще рядом не валялся но когар такое жестковато это кстати в умеренной жесткости и она хорошая вот она кстати из кур стоит и скоро она немного под спортивная сделана видите такие высокие бортики немного неудобно сидеть узко для меня а вот на этом прям низкие бортики вот офигенно прям сидеть да класс кстати есть аудио миксер и разные он девайсы колонки тут тут прям рейзеровский шоп такой даже есть мерш всякие футболочки надо будет всех там кстати глянуть ладно да наушники black shark но это проводные кстати недорогие очень легкие какие типа вертолетного плана офигенные наушники с очень хорошим звуком 71 мне нравится во всех играх прям четко все слышно особенно вот если играете там стрелялки там контроль еще что прям очень хорошо ощущение вот объемного звука мне нравится белого плана рейзера если кто любит белые девайса вот они здесь есть наушники здесь белые в том числе микрофон мышка все плава все по фенши все белый вот даже есть такая вот а это да это немного другое это вот под с подушечкой у них типа этого x до x версия она без без этого самого без поддержки спины изначально но и здесь к ней идет подушечка но мерч можно такой приобрести до есть мерч сколько стоит 5000 йен 5000 йен за футболку до худи кстати такие неплохие у них худи рюкзачки есть геймерские такие рюкзачки видите что хорошо в таких магазинах можно реально зайти пощупать эти вещи посмотреть может быть что-то маленькое в реальном размере будет а может что-то большое поэтому этот для телефона такой джойстик типа собираешь как консоль делается классно а также есть у них эти очки очки кстати идут в подарок при покупке и скоро и скоро этого энки кресла нового но если через сайт покупать официально блин здесь я не знаю не идут в подарок или нет ну клавы да что тут только нет все в зеленом цвете еще зелененькая прикольно но верда хрена зеленого и вот видите здесь пацум можно комплектующие посмотреть для компьютеров на шестом этаже процессоры материнские карты давайте глянем где тут только вход на эти все этажи я думаю я надеюсь это не пешком мы вот здесь были давайте пойдем чё реально чё пешком кулер мастер тут какие капуса заценить но она хрен с ним ой же соседут да по сравнению с резерстором тут конечно все напихано посмотрите тоже тут мышек до хрена можно пощупать роговские стриксовские мышки не роговские мышки только корсар чё тут только не hyper x мы находимся на этаже где продается комплектующие для компов а именно память и все что с ней связано также устройство связи типа роутеров здесь находятся внешние жесткие диски разные ссдшники от western digital стенд если честно я в стране digital как-то не очень люблю по мне так лучше либо samsung взять либо круцел как-то так он называется диск стейшн это диск стейшн ну-ка сейчас глянем стоп тошего тушу а вот они круцел стоят редкая штука вот эти такие вот 960 терабайт самые дешевые самые выгодные по надежности кстати очень хорош эти круцел на самом деле давно пользуюсь и ссдшниками никаких проблем не было то в гейминг здесь кстати идет вот тор в разрезе меня кстати стоит торовский только не 1200 а 850 здесь geforce rtx это походу 3090 плохо видно ладно что пойдем вверх еще пойдем к материнкам тот самый самый жир здесь вот они зетки новые рог максимум за 690 апекс стрикс гейминг у меня 490 стоит чипсета 690 для новой 1700 лга хорошие матери чипсета тоже классный меня стоит сейчас скажу здесь блин для десения тоже 490 никто не продает только 690 кстати вот как они выглядят можно здесь посмотреть тоже маленькие и стоит они где-то под 30000 это бэшка зетка стоит 50000 ну конечно же за бинда хрена ставь это восьмидесятка стоит но я бы взял вот такую если бы я собирал сейчас комп самый оптимал 50 тысяч стоит за мать это нормальная цена ну тут остальные здесь материнки чисто да и блок питания так понял или что это а система охлаждения тот стрикс стриксовская до система водянка потом рейзеровская водянка но меня стоит корсаровская водянка и здесь она на той стороне сейчас мы дойдем вот они корсаровские водянки сейчас скажу какая у меня стоит да вот она нам да только не может быть немного другая была модификация например то же самое 100 и да хорошая водянка работает и по сей день без каких-либо проблем и самая недорогая из всех вот посмотрите цена до пятнашка до взять те же всякие кракены и тому подобное тут минимум от 16 начинаются такие двойные 240 которые ну а если брать уже роговские тридцать семь тысяч от рейзер 43 тысячи начальная цена ну сами представляете то есть это уже раза в три дороже я бы не стал конечно тратить на первую водянку такие деньги более корпус небольшой туда мне влезет такая водянка срок сейчас на срок так как фирма бюджетненькая норм но я не видел много таких сборок на сроках чтобы прям популярны были здесь зайти вот можно прям не заходя в магаз посмотреть цены на видео если вам вас интересует мсяная видюха 3090 тяну это самый жир на данный момент 360 тысяч иен на рубли на 2 делите короче в рублях будет 100 сколько там 180 до 170 примерно с чем-то 170 тысяч рублей я не знаю сколько сейчас стоит в россии сейчас найти в дюхе таповский я бы не стал брать даже даже 390 но 30 90 ну вот можно взять такой самый недорогой бюджетный вариант только не от и на 3d от стригса лучше взять за так game ward ну и что-то еще пойдем посмотрим может быть здесь кстати блоки питания так блоки питания до хрена узнать здесь на самом деле что-то дофига блоков питания а вот они видяхи до че тут у нас за так за так гейминг за 3 вентус за таки а вон они стрельцовские да там стоят 3080 стрельц 200 тысяч и вот это самое офигенное стрельц модификации от самое офигенное и счета а а то за срок так не так себе ну так себе но бюджетника колоночки всякие стоят тоже вести музыка играет кто фанаты родиона 6600 они вот они есть гейминг за 70000 н есть еще разное поменьше конечно мся здесь выставили не даже есть такие медальки нам все кстати очень известная фирма она достаточно давно на рынке и уже заработал свою репутацию также как разус кулер надеюсь я думаю кастом на какие-то же кулер мастера хотя они обычные стандартным сей форс белый корпус у красиво выглядит на даже термалтейковский есть такие корпуса я друг купил типа такого корпуса классно смотрится когда стоит работает есть большие вентиляторы китихи нормально тянет есть еще такие даже корпуса антек первый раз вижу честно о вот это жир конечно вот это я понимаю helios бы или вот такой вот беленький корсар но да такая система блин тут для двух видях минимум от x стоит 37000 неплохо есть сочи шведский какой корпус фактал называется не знаю шведский что первый раз вижу прям классно сделано что демонстрация есть там можно посмотреть как она все выглядит когда включена очень удобно тут также и ладишки место тут вообще охлаждение и подсветка здесь термалтеки такие до пюрдио один вентилятор стоит 6300 или тут их два я не знаю четко термалтековский вентилятор как выглядит большой маленький вот корпус рейзер про который я говорил там до этого показывал тамагавк стоит 37000 ну конечно такое раскетичный дизайн спереди ничего особенного неплохо такое конечно выглядит но есть поинтереснее корпуса вот типа того азасы примерно та же самая цена как на пару тысяч дороже но он на размеров два больше раза два точнее больше она что тут есть вот такой прикольный эффект это in win корпуса in win 18000 да здесь чисто корпуса шаркон 10000 кулер мастер кулер мастера да по 5000 по 6 целом ну вот и все вот такой вот магазинчик на самом деле мы дошли до самого верха как вы видите вот они и сипаться тут блин ну тут дофига чего можно посмотреть и если честно я бы этот магазин прям на весь день бы пришел вот здесь сиденье на вот у меня типа типа такого же ну может быть чуть побольше конечно и спинка не такая да как я беру в этот магазин надо приходить на весь день и тогда здесь можно прям прям реально выбрать себе что-нибудь интересное ну я пришел сюда так чисто небольшое скажем так прогулочку сделать посмотреть что здесь вообще есть и первый раз в этом магазине первый раз в этом магазине не знаю вообще что здесь продается но теперь вот посмотрел увидел классно конечно магаз надо будет сюда как-нибудь потом заехать на хотя бы несколько часов и выбрать себе какие-нибудь апгрейды что я уже комп знаю года 3-4 не обновлял да прикольная змейка такая в компе это по-моему корсаровский да корсаровская система охлаждения и змейка тоже от корсара выглядит классно конечно там даже он lcd дисплей на процессорном кулере моники цети дайте глянем моник я сюда кстати зашел заодно моник глянуть контенту со вскину я его здесь не наблюдаю почему-то хуауэй моники и таких даже не знал что они существуют в природе вон тот самый топ вот этот моник до 27 дюймов 170 герц и пес матрица а за свой г-27 вики везде вики везде моник офигенный моник рекомендую меня то что от вики везде и полностью довольны 4к нафиг не нужен кстати игровые ноуты если кому интересно мси айны но цены конечно конские вообще я бы не не стал покупать игровой ноут за пол ляма иен но нет такой необходимости постоянно перемещать этот игровой ноут чтобы где-то в другом месте поиграть лучше купить нормальный десктопный ком да магаз офигенный конечно я бы заехал сюда бы на полдня если не больше вот такой так он выглядит со стороны чего он там а чувак перебегал короче дорогу и ему полицейский сказал что здесь нельзя переходить да находится он вот там станция с той стороны где-то чуть чуть левее и магазин находится около станции тоже если пройтись называется он цукума хороший магазин рекомендую если вы геймер или вы просто интересуетесь хорошим железом для своего компа то рекомендую зайти в этот магазин очень хороший магазин большой выбор и цены нормальные я бы не сказал что они здесь как-то завышенные в интернете примерно по таким же ценам можно себе купить пора заканчивать вот такая вот небольшая прогулка по акибе по магазинчикам если вам понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки делиться этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео о японии а также подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка будет в описании где я буду публиковать все изменения о канале и новые видео все всем спасибо за внимание до новых встреч увидимся